Всем привет! Сегодня хочу показать вам прямой эфир из Лондона, из Букингемского дворца. Это The Royal Family Channel. Показывает нам, как происходит смена власти в Британии. И это, друзья, поразительная история. Всё буквально произошло за одни сутки. То есть вчера, 4 июля 2024 года, произошли парламентские выборы в Великобритании, если кто-то не знает. А сегодня, 5 июля, уже с утра, принимает отставку король Карл III у бывшего премьер-министра Риши Сунака и назначает нового премьер-министра Кира Стармера, если я правильно произношу. Потому что я вообще этого человека не знала, я от политики далека. Но тем не менее, это просто фантастически, как всё быстро здесь произошло. Можете себе представить, буквально за одни сутки, друзья, поменялся премьер-министр. Вообще, конечно, для меня поразительная история, как это происходит. Вот смотрите, вчера были всего лишь навсего парламентские выборы, которые, в общем-то, по моему мнению, ничего такого особенного и не предвещали. А оказывается, выиграла Лейбористская партия на этих выборах вчера со страшным, в общем-то, разгромом, катастрофическое поражение консерваторов, которые правили страной 14 лет. И вдруг с худшим результатом в истории они проиграли выборы. И сейчас Лейбористы впервые за 19 лет пришли к власти. И получается вот так вот очень просто. То есть дальше уже никто ничего не предпринимает, а просто лидер выигравшей партии становится премьер-министром. Знаете, я почему-то не пошла. Я не знаю, за кого голосовать. И вообще я здесь не вовлечена в политику, хотя я и гражданин Великобритании. Но вот тем не менее я решила не вмешиваться в дела страны, в которой я живу, но о политике которой я мало чего знаю. Сегодня в Англии дождь с утра льёт. Погода не очень хорошая. Сейчас мы с вами видим конная гвардия. Очень даже симпатично. Так, я много показывать здесь вам не буду, не могу, потому что могут заблокировать моё видео. Я бы хотела увидеть, когда прибудет Риши Сунак, покажут ли нам что-нибудь или нет. Вот здесь уже видно, как на углу собираются люди. Это лондонцы. Лондонцы, лондончане, жители Лондона, в общем-то. И, наверное, скоро уже мы увидим кортедж Риши Сунака. Так, вот нам показывают какой-то автомобиль бронированный. И здесь я немного даже не поняла. Это я уже вам сверху рассказываю. Я думала, что это Риши Сунак приезжает на встречу и подаёт в отставку королю, Карлу Третьему, как это всегда бывает. Но оказалось, что нет, что это новый премьер-министр лейбористской партии. Сэр Кирстармер со своей супругой прибыл на аудиенцию с королём. И король, после того, как принял отставку у первого премьер-министра, теперь назначает нового премьер-министра. Вот так это в Великобритании происходит. Очень, кстати, интересно. Как говорят, король имеет достаточно власти, чтобы назначить другого премьер-министра, но никогда такого не бывало в истории, чтобы правящий монарх Великобритании сменил премьер-министра и сам назначил кого-то другого. А это нам показывают резиденцию премьер-министров на Даунин-стрит-10. Очень интересно я вам об этом рассказывала много раз. Здесь жил и Борис Джонсон со своей новой супругой. Сейчас здесь живёт Риши Сунак со своей семьёй. Вот именно его здесь и ожидают сейчас. Скорее всего, что отсюда он и выйдет у нас. Давайте смотреть. Опять нам показывают эту дверь. Даунин-стрит. Я видела, была там. Там, вы знаете, очень интересная история, что там живёт кот, который постоянно там живёт. Он, в общем-то, там хозяин. А вот он, кстати, этот кот. Вот он хозяин там. И он ждёт, как говорится, нового премьер-министра. Это очень интересная история. Очень любят её пересказывать, англичане. Боже мой, я забыла, как зовут этого кота. Но, тем не менее, он уже в этой резиденции самый старый житель. Он пережил несколько премьер-министров. Вот. И он остаётся там на правах хозяина. Представляете, как здорово. Ага, вот я нашла. Кот Ларри, который известен всем британцам, который живёт в этом доме резиденции премьер-министра. Ларри живёт на Даунин-стрит с 2011 года и считается главным мышеловом резиденции. Кстати, этого кота в Великобритании знает буквально каждый англичанин. И у него даже есть своя страничка в Википедии. Вы можете открыть и почитать. Но я вам сейчас как раз это и расскажу. Ларри попал на Даунин-стрит из лондонского приюта для животных. Поскольку резиденция главы правительства располагается в старом здании, мыши и крысы являются там постоянной проблемой. И по традиции коты неотъемлемый атрибут резиденции. И получилось так, что он за всё время своей службы, которую, как говорят, он исправно нёс там, в этом доме на Даунин-стрит 10, он поймал всего одну мышку. И вот кто-то сказал, что он плохо выполняет свои обязанности. Его хотели даже уволить. Да, так вот хочу вам про Ларри рассказать. Пока ещё там у нас движухи нет. Так вот, слушайте. В 2012 году вдруг произошёл конфликт между премьер-министром Дэвидом Кэмероном и вот котом Ларри. Дэвид Кэмерон почему-то не взлюбил кота и посчитал, что кот не выполняет своих должностных обязанностей. И кот был уволен в 2012 году. Так вот, то, что Дэвид Кэмерон не взлюбил кота Ларри и говорят, что послужило причиной падения рейтинга премьер-министра Дэвида Кэмерона. В Англии развернулась компания в поддержку кота. Вот едет кортедж нового будущего премьер-министра Великобритании. Кир Стармер, если я правильно произношу его фамилию. Я вообще его не знала никогда. Я особенно не интересуюсь политикой. Вот, смотрите, Кир Стармер с супругой вышел поприветствовать своих избирателей. Вот так. Ему 61 год, насколько я знаю. Вот. Видите, как близко всех расцеловывает. Ну и с сегодняшнего дня он считается новым премьер-министром Великобритании. Вот они сейчас с женой идут к своей резиденции на Даунин-стрит. Он говорит свою коротенькую речь, которую вы наверняка можете где-то еще посмотреть и послушать. А я, друзья, на этом с вами прощаюсь. Я надеюсь, что прямая моя трансляция для вас была интересной. Пишите ваши комментарии. Я надеюсь, что вам понравилось. Продолжение следует...